Добрый день! В эфире передача «Актуальное интервью». Я ведущий Петр Смирнов, а у меня в гостях Наталья Владиславовна Суздальцева, директор Саровской православной гимназии, кандидат филологических наук. Наталья Владиславовна, здравствуйте! Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2009 году, 1 сентября, мы набрали самый-самый первый класс. То есть самый первый, начали именно с первого класса? Ну да, мы начали именно с первого класса. Есть вот гимназии сегодняшней Нижегородской епархии, которые открываются и набирают сразу, вот много классов, там, пять классов, по пятый класс, там, по восьмой, по девятый. А мы вот возрастили своих ребяток с самого-самого начала, то есть наши выпуски потихонечку, не торопясь. Мы уже имеем четыре выпуска, вот в этом году четвертый выпуск будет. Вот так потихонечку мы никуда не торопясь развивались. Начиналось у нас с 16 детей, сейчас у нас 330 детей, 1 сентября уже будет 350 детей. То есть достаточно приличная школа. И начинали мы на площадке 20-й школы, арендуя несколько буквально классов. Вот, а сейчас, в 2015 году нам передали здание бывшей первой школы, и теперь мы до сих пор находимся там. И более того, мы немножечко приводим школу, расширяем чуть-чуть, потому что мы пристроили и к пищеблоку нашему трапезную расширили, и новый спортивный зал построили. Вот, и какие-то планы еще у нас есть на расширение тоже. Вот как раз я хотел об этом поговорить, начиная с, ну, я не знал, что начиная с первоклассников для начала. Я думал, что, может быть, набрали пятый класс там сначала, да, и, оказывается, путь шел с первого класса. И действительно, сколько же всего выпускников прошло вот за эти годы через православную гимназию? Ведь, получается, уже четыре выпуска. Ну, на самом деле, четыре выпуска это немного, потому что первый выпуск был 18, ребят, второй выпуск был 10, третий 18, и в этом году опять 10. Такая вот какая-то есть закономерность. Ну, а первый класс ведь у нас были небольшие, по 16 человек мы набирали, и по одному классу в параллели. А сейчас у нас уже полноценный набор по два класса в параллели, и у нас первый класс 22 человека в классе наполняемости. Вот, это как бы такая вот средняя наполняемость, но может и быть и больше, в общем-то. Но ведь добавляются ученики, то есть вы набрали первый класс потихонечку, потихонечку, там, в пятый класс приходят, там, в шестой, в десятый могут прийти. Могут прийти. Да, дети, конечно, к нам из других школ прийти могут. Вот, но Владыка вот такую установочку нам дал, что желательно старше шестого класса не брать. Потому что они не прошли те предметы, которые, в общем-то, обязательны для православной гимназии. Вот, поэтому мы можем при поступлении детей в гимназию установить свои, ну, как бы небольшие экзамены, вступительные, именно связанные с православным компонентом. Если ребенок не посещал воскресную школу, мы можем попросить выучить его какие-то определенные тексты церковнославянские, потому что дети у нас в седьмом классе сдают экзамен по церковнославянскому языку, он, кстати, идет в аттестат, это оценка. Вот, поэтому такие требования у нас могут быть. Хотя мы берем еще и в десятый класс. Вот, в десятый класс мы приглашаем, наоборот, ребят, с удовольствием, как бы, берем, потому что у нас есть кадетская подгруппа, кадеты у нас есть прошлого года. Поэтому тех ребят, которые вот хотят военную службу, вернее, поступить в военные училища или связанные с милицией, МВД, МЧС, то тоже могут прийти в нашу гимназию. В десятый класс у нас есть кадетская подгруппа в десятом классе, где усиленное преподавание начальной военной подготовки, физкультуры, ну, и будет учебный план выстроен для вас индивидуально. Ну, вот, как раз я хотел немножко отложить вопрос про разницу образования и разницу программ, и немножко, вот, все-таки, опять в историю вернуться. А какую роль сыграл во всем, в создании нашей православной гимназии митрополит Георгий? Ну, как же, он учредитель. Учредитель. Он учредитель, более того, не только учредитель нашей гимназии, он учредитель целой системы образования епархиальной, потому что православная гимназия в нашей Нижегородской епархии десять, ну, вернее, девять, и одна монастырская школа Дивеевская, и все это трудами владыки Георгия. Хотя, конечно, для него владыка Николай тоже начиналось все при владыке Николай, но владыка Георгий расширил все это, и действительно сделал систему епархиального образования, и вкладывает очень много душевных сил, вот, именно в развитие образования наших детей. Поэтому, конечно, это его заслуга. В чем особенность преподавания именно в православной гимназии, в чем вот подход к детям, в чем различие вот между общепрозавательной школой, вот, в воспитательном вопросе? В воспитательном вопросе? Ну, во-первых, у нас есть духовники. Это большие помощники в воспитательном процессе. У нас есть духовник отец Владимир Кузнецов, который с нами с самого начала 2009 года, и помощник духовника, протерель Сергий из Кузоваткин, который тоже очень большую помощь оказывает. Они и классные часы проводят с ребятами, и беседы с родителями проводят. И, как сказал отец Сергий, это ваша задача, педагогов, там, поругать, пожурить, а мы должны показывать пример любви. Вот пример любви они на самом деле показывают. Потому что я никогда не слышала, чтобы отец Владимир или отец Сергий, вот как мы, педагоги, там, журим, ругаем, там, оставляем, ах ты такой-сякой, вот, посмотрите, такие... Ну, педагоги, мы светские люди. Мы пришли тоже из муниципальных школ все. Мы все получили такое же образование. Они нас немножечко тоже учат своим же примером. Чтобы даже ругая детей, ругать их с любовью. То есть ты не злишься, ты не гневаешься, ты внутренних любишь, а ругаешь не детей, а ругаешь поступки. Понимаете, ребенок, он, есть ребенок. Не личность мы ругаем, мы ругаем, мы осуждаем поступок. Вот это важно в голове держать, когда вот какая-то конфликтная ситуация происходит. Ну, а так, конечно, мы ругаем. Конечно, мы не ругаем, мы больше всего стараемся любить наших детей. И вообще все православное образование, оно же поставлено именно на примере любви, потому что оно христоцентричное. А Христос – это в центре всего образования личность Христа и главный пример Христа. Есть пример, собственно говоря, который беспорен и безусловен. Поэтому система епархиального образования, вообще система православного образования, она четко идеальна. Вот, а есть идеал, и споров никаких по поводу этого идеала быть не может. Вот, чем мы отличаемся от других, где в наше современное время идеалы, когда размыты, и когда у родителей свой идеал, у учителя свой идеал, у министерства образования свой идеал, и какие-то там есть вот концепции личности, выпускника там, да, у всех все разное. А у нас идеал-то безусловен, он один. И в этом, в общем-то, много помогает. Есть на что равняться, есть с чем сравнивать критерии, и свое поведение, поведение детей. Вот я считаю в этом. Как это сказывается на успеваемости в итоге? О, успеваемость-то, ну это… Нет, просто я знаю ответ, я просто, мне просто интересно, как вы, вас как директора оценку, это интересно. Ну, но успеваемости, я не могу сказать, как это сказывается, в прямом смысле, в прямом таком. Прямого я не вижу, как бы, прямой связи, потому что успеваемость, она все равно зависит от способностей детей. А способности, в общем-то, они изначальные к тому или иному предмету. Есть способности, неспособности. Это как Господь кого поцеловал, что называется, к такому таланту. Вот, поэтому я не думаю, что здесь как-то прямая связь есть, а в воспитанности есть прямая связь. Вот. Я все-таки вот своих выпускников, вот, не случайно, вот был выпуск в этом году у нас вот, и последний звонок, я смотрела на них, думаю, боже мой, и написала даже везде во всех группах, везде во всех постах, что выпускаем 10 солнышек. Солнышки наши, да, действительно солнышки. Ну, смотришь на них, и они вот, не знаю, они светятся изнутри, и вообще как-то несут в себе положительную такую энергию добра. Ну, на самом деле так. Ну, медалисты же есть. Ну, надеемся, что есть, потому что сейчас еще идет ЭГЭ. А, ну, сейчас, да. Идет подтверждение, они должны сдать на 70 баллов русский, математику, я думаю, сдадут. Вот, в общем-то, три медалиста у нас в этом году из 10 должны быть. Вот. В принципе, судя по проценту, нормально. Ну, нормально. Нет, медалисты у нас достаточно так стабильно, хорошо. В прошлом году из 18 было 6 медалистов. Вот, поэтому, и это хорошие медалисты, они подтверждают, потому что они поступают в хорошие вузы достойные. Вот, и сдают все сессии, учатся, продолжают учиться. И они не простые медалисты, они победители региональных этапов Олимпиад по русскому языку, литературе, по мировой художественной культуре. Это же не просто медалисты. То есть они подтверждают свой уровень образования и качество. Ну, вот как раз хотелось бы в этом моменте вернуться к, ну, во-первых, первые вопросы, самые главные, наверное, которые задают, ну, любые родители, да, которые предполагают, там, отдать ребенку в то или иное образовательное учреждение. А соответствует ли образовательная программа гимназии, ну, вроде как государственным, федеральным программам, да, то есть, там, Министерство образования, то, что рекомендует? Ну, конечно, соответствует, если не соответствовали, нас бы очень-очень наказали бы, и учредитель бы наказал, и наказал бы нас Министерство образования. Потому что мы имеем аккредитацию Министерства образования, то есть мы получаем те же субвенции, что и все школы муниципальные. Мы имеем лицензию, аккредитацию. Мы имеем двойную аккредитацию, потому что мы имеем еще и конфессиональное представление от синодального отдела образования, то есть от Русской Православной Церкви, что именно православная гимназия. Мы выполняем два стандарта. Стандарт федерального, в ГОС, да, федеральный стандарт и стандарт православного компонента, потому что мы обязаны обязательно ввести те предметы, которые прописаны в этом стандарте, вот, то есть православные предметы. И то есть нам вдвойне сложнее, мы вдвойне, мы проходим двойные проверки. — Внимательно посмотрел на то, какие экзамены вот сейчас сдавали, там, четвертый класс, шестый класс, и с удивлением обнаружил для себя, например, латым. То есть и вообще языки, древнегреческий, церковнославянский, причем церковнославянский аж в четвертом классе, то есть это вообще… — Во втором классе. — Уже со второго класса начинается, да? — Да, уже со второго класса. — Вообще, вот можно поподробнее вот именно православного образования, то есть, понятно, математика, русский язык, литература, риск, и прочее? — Ну да, можно, конечно, это. Православный предмет и самый главный православный предмет, конечно, это основа православной веры. Ну, по-другому можно говорить закон Божий, но мы говорим, значит, на стандарте прописан основа православной веры. Он преподается со второго класса по одиннадцатый, то есть это такой сквозной базовый предмет, где дети изучают и закон Божий, и литургику, и историю церкви, или ведни, много там внутри своих дисциплин. Второй предмет, который изучают дети тоже достаточно долго, со второго по девятый класс, это церковное пение. Церковное пение, потому что дети у нас не только должны получить знания какие-то православной культуры, да, но и должны применить их на практике. Церковное пение позволяет детям потом на службах, ну, в общем-то, петь на клиросе. Собственно, для этого и нужно. Вот. И есть у нас, естественно, церковно-славянский язык, который преподается со второго по седьмой класса. В седьмом классе дети сдают экзамен по нему, и он, говорю, как, говорю, что идет в аттестат. Вот. А церковно-славянский язык, это, ну, без него, в общем-то, невозможно прочитать тексты и понять тексты, в общем-то, не Библию, Евангелие невозможно, но и другие тоже, любые тексты. Вот. И тоже для церковной пения тоже нужен, для понимания того, что же дети поют. Вот. И также он помогает русский язык изучать, потому что программа строится параллельно с изучением русского языка, и углубление русского языка идет при этом. Вот. Поэтому у нас дети-то и очень хорошо показывают результаты на ЕГЭ по-русскому, и регионального этапа призеры и так далее. Потому что церковно-славянский язык здесь позволяет улучшить преподавание русского даже языка. И у нас есть предметы, которые тоже расширяют языковую компетенцию наших детей. Это латинский язык, который преподается, правда, всего два года, 5-6 класс, да, то есть он несколько обзорно. Так вот. И древнегреческий язык, 7-8 класс, то есть некое такое погружение в античность такую, в базу такую. И это расширяет кругозор, в общем-то, детей. И это те предметы, которые, опять-таки говорю, филологическую грамотность повышают у них. Вот. Ну и еще один момент, я скажу, для чего еще это нужно будет пригодиться лету выпускникам. Еще у нас есть логика. Логика – это в 10-11 классе такой предмет, который помогает, в общем-то, во многом и параллельно идет к математике. Вот. Но это предмет и средней между философией и математикой, в общем-то. И преподает-то его, в общем-то, у нас человек, кандидат философских наук, Евгений Александрович Гнатенко, и выпускник МГУ как раз математического факультета, и при этом кандидат философских наук, да. Вот. Потому что логика, она вот именно такая. И на самом деле это не пустые предметы, потому что дети даже выбирают профессии, связанные с этими предметами. Например, вот у нас выпускница прошлого года, Надя Гнатьева, учится в Свято-Тихоновском университете в Москве, и на классические языки, то есть на направлении классические языки, это именно длиннегреческий, латинский язык, церковнославянский язык. Знаете, какая у него мечта? У него еще есть молодой человек, который учится в МГУ, тоже на таком же факультете. Для чего они учат латинский язык и греческий? Они собираются перевести блаженного Августина с латинского языка на русский. То есть у него цель такая, понимаете, у молодых людей. Вот даже, мне кажется, вот скажешь, вот не поверишь, такая цель у молодых людей в 18 лет. — Какую профессию все-таки больше выбирают выпускники православной гимназии? Вот уже наверняка есть какой-то опыт, да, за 4 года. То есть в какие вузы поступают, какие цели в жизни ставят? Ну, опять же, да, учитывая, что у каждого свои таланты к определенным предметам. — Ну, совершенно разные, конечно, они выбирают профессии. Опять-таки, какому таланту Господь, в общем-то, наградил. Если первый выпуск брать, вот самый первый, там больше были, конечно, это девчачий был выпуск, там, в основном, девочки были. И вообще у нас все получается гендерно. Девочки больше выбирают дисциплины, связанные с филологией, с языками, да, то есть там вообще с филологией широко, с языками, с экономикой, вот, психологией. А мальчики традиционно выбирают технические вузы. Вот это как бы так гендерно очень легко проследить, в общем-то. Так оно на самом деле есть. Хотя, конечно, есть у нас, мы говорим, что мы уже можем открывать театр свой собственный. Да, потому что у нас пять артистов, пять выпускников, вот, из трех предшествующих выпусков, которые учатся в театральных вузах страны нашей, причем учатся в хороших вузах. Например, вот Маша Гусихина в ГИТИСе у нас учится. Вот, двое тоже учатся в Москве, в театральном институте Минкобзона. Две девочки учатся в театральном, заканчивают театральное училище в Десятигнеево. Вот, есть у нас режиссер свой, который учится в Москве, в ГИТИРе. Это институт телевидения и радиовещания на режиссера. Есть у нас сценарист, девушка, которая поступила в Российский гуманитарный университет Москва, опять-таки на сценарный факультет. То есть мы шутим, что мы можем театр открывать. У нас есть режиссер, сценарист и пять актеров. Все, уже можно открывать. Но это как бы, почему? Потому что у нас театральная студия в гимназии есть, и ей уже тоже, это театральная студия, уже 14 лет. То есть с первого класса мы уже старались ставить с детьми спектакли, какие-то маленькие, большие достаточно тоже. Два раза в год мы ставим полноценные спектакли. И привлекать к этому профессионалов, в общем-то, актеров нашего театра. С ними работают, с нашими детьми, профессионалы в этом направлении. Ну, не только театр, еще и хор. Ну, это естественно. Ну, хор, это, конечно, потому что у вас церковное пение. И плюс у нас уникальный специалист Лилия Васильевна Бондаренко, которая, в общем-то, и в третьем лице работает. И у нас, по-моему, хор, у нас только в двух школах и остался в Сарове. Потому что хор, это тяжело вообще. Но у нас дети поют все в хоре. Дайте немножко поговорим про учителей. Вот вы уже сказали, что, в принципе, это учителя из обычных общеобразовательных школ. Но, тем не менее, я знаю, что у них есть большие успехи. Вот как раз на гимназии, на православном направлении. У нас есть успехи не только православного направления, но и вообще наши учителя участвуют в конкурсах профессионального мастерства. Не только в православных конкурсах, но и в муниципальных конкурсах. И региональных, и федеральных. И в этом году, в год педагога и наставника, нам особенно приятно, что наша учитель русского языка и литературы Екатерина Юрьевна Кальманова стала полуфиналистом регионального этапа конкурса «Учитель года». Это очень, я считаю, важное достижение. И для гимназии, и для Сарова в целом. А наш учитель изобразительного искусства Олеся Валерьевна Финюшина стала обладателем почетного звания «Серафимовский учитель». Это, кстати говоря, вообще некий такой уникальный случай за уже, наверное, больше 10 лет, 12 лет или 12 лет существования этого конкурса «Серафимовский учитель». Потому что два учителя от одного образовательного учреждения, в прошлом году Людмила Владимировна Куликова, в этом году Олеся Валерьевна Финюшина стали обладателем этого почетного звания «Серафимовский учитель». В городе их только два. А в России, которые из одного учреждения, их тоже только у нас. Поэтому это такой уникальный случай. Это всероссийский конкурс. Да, он не только всероссийский, он международный конкурс. В нем участвуют учителя из других стран, из Беларуси. Участвовали из Латвии, Литвы. Сейчас, конечно, немножко другое время, но из Беларуси тоже участвуют. Это конкурс уже более такой широкий. И он очень такой интересный и важный, потому что проводится фондом преподобного Серафима Саровского. И съезжаются учителя со всей России, даже больше других регионов. В Дивеево в сентябре будут подводиться как раз итоги, награждения. Это очень для нас радостно. А учитель биологии Ольга Валерьевна Медведева, она стала лауреатом этого конкурса. Лауреат – это практически победитель. А вот только единицы, один, два, три человека получают звание почетное. Из двухсот с лишним участников. Так что мы горды и рады. К такой теме, понимая, что епархия, Нижегородская, как учредитель гимназии, и гимназия, не скорее всего, а точно, принимает участие во всех богослужениях, во всех церковных праздниках. И вот как один из примеров хочу привести, это 2 июня, совершенно недавно, при освящении последнего установленного храма, в том числе принимают участие воспитанники православной гимназии. Вот все-таки это обязанность или это просто тяга и желание непосредственно самих учеников и родителей участвовать в этих мероприятиях? Насколько это обязательная история? Ну, православная гимназия, она прежде всего для людей православных. Так ведь она же не просто пришел и получает знания, а приходит, приходит, получает знания, открывалась-то она прежде всего для православных семей. И, соответственно, семей, которые не понимают себя, не мыслят себя вне церкви. У нас большой такой вот прорыв, можно сказать, в духовной нашей жизни, гимназии, то, что мы в течение целого года у нас были воскресные богослужения гимназические. То есть нам владыка благословил, чтобы Никон, наш игумен, монастыря нашего, дал какой-нибудь храм, чтобы мы могли там именно только одной гимназии служить. То есть чтобы дети у нас пели на клиросе, были чтецами, были алтарниками. То есть дети активно принимали участие в богослужении. И мы в течение года целого вот такие службы проводили. И это, конечно, укрепляет и дух вообще гимназии. И вот все эти предметы православные, которые мы изучаем, они становятся не мертвыми, а живыми, потому что они на богослужении оживают, потому что дети свои умения, свои, вернее, знания применяют конкретно на практике. На самом деле очень большая благодать. Это вот те, кто не ходят в храм, избегают этого, думают, думаю, я посплю-ка получше. Вот они вот этой благодати немножечко недополучают. Вот я честно скажу, это надо преодолеть немножечко себя. И она постоять, и она на самом деле почувствуешь. Потом думаешь, вот посплю-ка я дома, потом у меня столько дел, некогда мне. А вот я точно знаю, что если ты придешь на утреннее богослужение, ты делаешь гораздо больше за этот день. Вот это я точно знаю, даже вот на себе знаю. Это уже звучит как жизненный совет, а не как православный дел. Ну, это на самом деле так. Наоборот, ты же уже день будешь не сам делать, а помощь Божья будет. Ты же не один уже будешь все дела переделывать. А участие в архиерейских богослужениях, ну, вот, например, на последнем богослужении, от которого вы говорите, освящение храма живоносного источника, Владыка даже лично богословил всех наших выпускников на экзамены, и долго с ними стоял, говорил им наставления лично, им. Например, никто не слышал, что он им говорил. Даже я вот не слышала. Стоял вроде рядом, но я не слышала, что он им говорил. Очень тихо, вкратчиво говорил только именно им. Потому что он хочет видеть, как дети растут. Он же за них молится, вкладывает столько сил. И, конечно, ему хочется видеть. Это очень важно. Да, для него это очень важно. Как происходит прием в гимназию? То есть, есть ли какой-то отбор? И мы уже затронули немножко тему, да, что до шестого класса еще вроде как можно, и в десятый. Но как происходит прием, куда нужно обращаться? У нас приемы проходят лично. То есть, не надо обращаться ни МФЦ, ни какие-то другие электронные службы. То есть, непосредственно приходите в гимназию, пишите заявление в первый класс. В общем-то, прием практически закончен, по крайней мере, в первые классы, потому что мы уже набрали два первых класса. У нас по 22 человека. Даже, по-моему, 24 человека в одном классе, 22 человека в другом классе. То есть, классы, в общем-то, уже наполнены. Особого никакого отбора как такового нет. Критерий только, в общем-то, один. Чтобы ребенок был крещен, чтобы семья понимала, что она отдает в православную гимназию, чтобы она принимала те правила, которые у нас прописаны к внутреннему распорядку гимназии. Поэтому такие вот вещи, как утренняя молитва, как воскресные богослужения, вот такие моменты, которые мы говорим о внутренней жизни гимназии. У нас даже пост на меню есть в гимназии, в общем-то. Потому что у нас своя собственная столовая и так далее. В дни поста мы у нас чуть-чуть... Ну, конечно, мы там допускаем, дети, мы там по плашке делаем. У нас не строгий пост, но тем не менее, какие-то такие вещи. И чтобы когда они отдают в гимназию, понимание-то было. Поэтому какое-то собеседование с родителями, о понимании этом, да, мы проводим. Ну, а дети есть дети. Дмитрий Руслан, большое спасибо, что пришли к нам, рассказали о деятельности с русской православной гимназией. Я могу пожелать вам только успехов. На этом у нас все. Спасибо, что были с нами. И мы с вами увидимся через неделю. До свидания. До свидания.